Привет, дорогие друзья! Снова с вами Замберус. Сегодня на самый странный рейтинг от худших к лучшим. Легендарные скины Battlefield 1. Я почти все скины собрал. И точно могу сказать, что у меня есть все группы скинов, так как уникальных скинов у нас не так много. Наверное, можно выделить только ивентовые скины и скины из русского дополнения. Там общая тема, но на стволах они выглядят по-разному. А остальные группы, но они с минимальными отличиями. Плюс к легендарным я прибавил солдатские наборы. И оружие за покупку максимального издания Battlefield 1 и предзаказ Battlefield 5. Так как по факту, но это уникальные скины. Например, тот же 1911А1. Этот рейтинг будет самым субъективным, поэтому, ребят, без обид. А в комментариях вы напишите, какой ваш любимый легендарный скин. Ну и плюс можете назвать худший легендарный скин. А мой рейтинг открывает 28 место. Вторая ревизия камуфляжа Апокалипсиса, которую добавили для стволов из русского дополнения. Эта ревизия скинов появилась не так давно. Ну и сразу могу сказать, это никак не тянет на легендарные скины. Просто потер теста. Вот, ребят, в Battlefield 5 по дефолту стволы будут потертые. А в Factory New это будет легендарный камуфляж. И там, на мой взгляд, больше логики. 27 место. Камуфляжа дополнения Апокалипсис. Крайне уродские скины. Единственная аналогия, которая родилась в моей больной голове, это ремонт в пятиэтажке. После покраски комнаты строительная пыль и краска примерно так же выглядит на старом паркете. По идее, это кровь и пыль, но почему-то выглядит как краска. Причем не для стен, а гуашь. Это назвать легендарным скином, но у меня язык не поворачивается. 26 место. Еще крайне спорный скин, на мой взгляд. Это черные скины. Просто залитый черным цветом ствол с красивой сумкой на прикладе, которую вы все равно не видите. Выделить какой-то ствол в черном скине я не могу, так как плюс-минус они одинаково скучно выглядят. Очень ленивый скин, спасибо Dice LA. 25 место. Пасхальный скин Escalation. Очень сложный скин для получения, потому что вам нужно выполнить пасхалку на карте Альбион. Но его главная проблема не способ анлока, а его качество. Даже на высоких и ультра настройках он пиксельный. Сам скин базируется на стандартном скине Волн Перемен, который нормально отображается. А тут у нас малополигональный и пиксельный скин. Ну это позорище какое-то, ребят. Ну нельзя так рисовать. 24 место. Зелёно-синий пистолетный камуфляж. Лично на мой взгляд это простенький камуфляж, особенно на фоне других пистолетных скинов. 23 место. Золотой полосатый камуфляж. То же самое. 22 место. Черепашка. Того же поля ягода. Просто камуфляж, который выглядит приятно, но он не стоит 900 крафт деталей за ящик или около 2000 крафт деталей в обмене. 21 место. Солдатский набор адских бойцов. Эти два скина стоят денег или же выдавались за делюкс издания Battlefield 1. Они простенькие, но сделаны со вкусом. 20 место. Пехотный 1911. Этот скин крут только одним, своей редкостью. Его можно получить только за покупку коллекционного издания Battlefield 1 Dice Edition. Скин красивый, но за безумное бабло. 19 место. СМЛЕ Лоуренс Аравийского. То же самое, скин из делюкса или за солдатский набор. Приятный скин с арабской вязи. 18 место. Люга Красного Барона. Смотрите выше. 17 место. 1911 А1. По факту это тоже скин 1911, который вы получаете за предзаказ Battlefield 5. Проблема та же. Нужны деньги, чтобы открыть. Кстати, за Origin Premiere вы получите все бонусы за предзаказ Battlefield 5. Скин, наверное, один из самых красивых в игре, но он не стоит денег. 16 место. Легендарный скин Дьявольская Собака. Ну, так он называется в варианте для 1903. А так, у этого скина очень много названий и доступен он на большинстве стволов. Очень слабый скин. Если бы выше названные скины не были бы за бабло, то бы Дьявольская Собака стояла сразу же после черного камуфляжа. Да, на каждом стволе есть всякие надписи, которые хрен разберешь. Сам скин странного синего цвета. По факту это просто более контрастный стандартный скин с синий-красным фильтром. Опять же, прям уж легендарным его сложно назвать. 15 место. Волны перемен. Красивые узоры, брюлики и другие средиземноморские плюшечки, которые мне не нравятся. На некоторых стволах много деталей и он очень круто выглядит, а на других наоборот. Например, Алисака очень простецки выглядит. 14 место. Кайзершлахт или Блэк Вотч, кому как удобно. Скин доступный на Мацане, СМЛГ, некоторых пистолетах, Мандрагоне и МП-18. С одной стороны, из скинов релизного БФ-1, он один из лучших. А с другой стороны, он слишком простой. Но мне этот скин очень нравится из-за сетки на прикладе. Был бы побольше от подобных деталей, он был бы выше в этом рейтинге. 13 место. Скин Миротворец. Очень минималистичный скин, но сделан со вкусом. На этот ствол приятно смотреть. Был бы сам ствол получше, то бы ему цены не было. 12 место. Золото из ивента Дорога к Баттлфилд 5. Не самое лучшее золото в играх и в Баттлфилде. Очень странно выглядит. Как-то мутновато. Детализация фурнитуры из красного дерева радует. И если бы на этом скине было бы больше дерева и меньше мутного золота, то этому скину цены бы не было. Главная проблема, что они взяли неправильные стволы, например, Хуот и Хелли Ригель, где много металлических деталей. И убогость этого скина именно в металле. 11 место. Скины Томпсона. Долгое время мы ждали скины для Анигилятора, и впоследствии мы их получили. И честно скажу, они отличные. Да, простые. Во многом это вариации адских бойцов и скинов волн перемен. Но они красивые. И есть минусы. Их сейчас очень сложно раздобыть. 10 место. PTFO. Play the fucking objective. Ивентовый камуфляж, который призывает вас играть более грамотно. Данный скин доступен на Черриготе, МП-18 и Льюисе. Лично у меня есть только вариант для МП-18. Скин прикольный и уникальный в своем роде. Если у вас есть данный скин, то пишите в комментариях. 9 место. Пистолетное золото. Один из лучших золотых стенов в шутерах, и при этом очень реалистичный. Рекомендую всем посмотреть ролик на Faggotten Weapon про наградное оружие начала 20 века. Каждый ствол, на мой взгляд, сделан с душой. И тут многие стволы имеют уникальный вид. Так и должен быть реализован легендарный скин. 8 место. Они не пройдут. Легендарные французские скины. Шикарные и сделаны со вкусом. Они не навязчивые и не режут глаз. Они одновременно красивые и одновременно подчеркивают французское происхождение. Единственный минус это уникальность. Нет уникальных скинов. Они все одинаковые. 7 место. Кэрпэкедж для 19.11. Один из самых редких пистолетных скинов и самых дорогих в обмене. По факту, эта вариация скина они не пройдут. Скин, наверное, лучший для 19.11. 6 место. Новогодний скин для револьвера номер 3. Еще один редчайший пистолетный скин, который можно было получить в рамках празднования Нового Года. Очень классный скин со снежинками. Выглядит интересно, но при этом очень сдержанно. Он грамотно сделан и не вызывает бомбелы, как первый трейлер Battlefield 5. 5 место. Белые скины дороги к Battlefield 5. Это не группа скинов, а произведение искусства. Поначалу я думал, что он будет как черный скин, то есть тупая заливка цветом. Но нет. Этот скин очень детализирован. Он весь в грабировке, даже с какими-то сюжетами про животных. В общем, красивый скин. Особенно хочу выделить версию для винчестера 1907 SL. Лучший вариант с этим скином. А худший это бар. Там просто меньше деталей. 4 место. Арас. Ивентовая кама, которую мы получаем в рамках дороги Battlefield. Не только для BF1, но и для BF5. Выглядит прекрасно. И если отбросить все наградные камы с золотом, брюликом и тому подобной мажорности, этот скин можно назвать лучшим боевым камуфляжем. Тут и надписи, и легкая ржавчина, и помятая тряпка с часами. Очень атмосферный камуфляж. Если вы его не открыли, то мне вас жаль. Надеюсь, он будет еще лучше в Battlefield 5. 3 место. Вторая ревизия во имя царя для стволов из французского DLC и апокалипсиса. Эти скины появились совсем недавно. И как оригинальные русские скины, они уникальны. И таким стволам, как из, допустим, апокалипсиса, они нужны были. Потому что вот это... Вот это! Ужасно. А хотелось подчеркнуть красоту каждого ствола. И русские скины это и делают. Они уникальны для каждого оружия. Хотя вторая ревизия в этом плане более простая, так как меньше уникальных вариантов. 2 место. Савоя. Лучшее золото в батле. Второе золото в шутерах после первого Блэк-Опса. Ну это реально один из самых красивых скинов. Во всех своих вариантах. Это самый желанный камуфляж лично для меня. Детализация этих стволов. Она невероятная. Я с большим удовольствием играю с этими скинами. Большое спасибо художникам DICE за этот маленький шедевр. Ну и первое место. Скины во имя царя. О да. Это не просто красивые, но и уникальные камуфляжи. Да, есть одинаковые элементы в гравировке. Но каждый ствол выглядит уникально. Сравните Лю и Федоров. Да, одна тема, но скины абсолютно разные. И для меня это эталон наградных красивых скинов в батле. Сделано со вкусом. Надеюсь, так же грамотно будут сделаны скины в том же Battlefield 5. Или в Battlefield 6. Ну что вы думаете по поводу этого рейтинга? Удачная идея или неудачная? Следует такую же тему потом провести в Battlefield 5 или нет? Пишите в комментариях. Ну а думаю на этом все. Большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся на поле боя. Всем удачи, всем пока.